Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, Надежда. Практикую самогазлайтинг, пишите вы, к чему это может привести. Несколько месяцев назад передо мной встал остро встал какой-то вопрос, который надо было решать. Я уже не помню, какой именно был этот вопрос, но я не могла найти решение. После нескольких дней бесполезных и утомительных поисков решения я сделал так. Первое, я отказался себе, что это не проблема. Второе, я отказался к отрешению. Третье, я притворил, что этого нет в моей жизни. Потом я вообще отказался об этом думать и что-либо с этим делать. В результате проблема по-настоящему исчезла, как будто ничего и не было. Потом это стало повторяться в завидной регулярности и вошло в привычку. Теперь каждый раз, когда я не знаю, как решить проблему, я просто от нее отрекаюсь и притворяюсь, как бы, что ее нет. Вопрос. Как такая практика может повлиять на мою психику? Не опасно ли? Ведь я, по сути, сломаю себе гадлайдер. Я часто говорю, тебе кажется, этого нет. Ну, по большому счету, мне кажется, что в данном случае, что речь идет не только о гадлайдинге, вот этот термин и вообще терминология. В данном случае, на мой взгляд, является не совсем корректным, как мне кажется, потому что, на мой взгляд, гадлайдинг означает немного другое, не связанное с тем, что вы описываете. Впрочем, терминологические дискуссии вести, пожалуй, здесь именно нет смысла. То, что вы описываете, является, пожалуй, в первую очередь, классическим примером избегания. То есть, есть проблема, как ее решать, непонятно. Вот, решения вроде бы нет, по крайней мере, так кажется, что решения проблемы нет. И человек уходит в отрицание. То есть, ему проще сделать вид, что проблемы не существуют. Потому что решения нет. А в контексте решения, как мне кажется, ситуация бывает, как правило, следующая. Что решение, конечно же, есть. Просто оно не всегда, мягко говоря, человека устраивает. То есть, решение есть, но оно не нравится, это решение. Оно не устраивает человека, в данном случае, ну, в данном случае вас, вот, какое-то решение не устраивает. Поэтому вы делаете вид, что проблемы не существует. И вы говорите, что решение найти вы не можете. Ну, на мой взгляд, это самобан, потому что, решение, решение есть. Есть. Просто, просто, вас это решение может не устраивать. Это правда. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, решение, которое вас не устраивает, к примеру, и отсутствие решения, это вещи разные. Поэтому я бы, для начала, все-таки, наверное, постарался бы разграничить эти два аспекта, вот. Потому что, мне кажется, что, разграничение этих аспектов является принципиально важным моментом здесь, по крайней мере. Следующее. Отвечая на ваш вопрос, да, насколько это может быть эффективным, да, и как это вообще, там, условно говоря, может на вас повлиять и так далее, вот, я мог бы сказать, наверное, следующее, что некоторые проблемы действительно являются, ну, надуманными. И некоторые проблемы с некоторыми проблемами действительно можно обойтись вот так, как обошлись вы. Это правда. Проблематика здесь, на мой взгляд, заключается в том, что не со всеми проблемами так можно справляться. Не все проблемы решаются вот таким образом. Есть проблемы, которые таким образом, не то, что не решатся, а только могут усугубиться, вот. Есть такая, такая, как бы, тенденция. Кроме того, проблемы могут накапливаться, и в определенный момент данная стратегия может просто-напросто оказаться неэффективной. Вот. Понятно, что то, о чем я говорю, это больше, это больше про, так скажем, перспективу, да. Вот. Но, тем не менее. То есть, это классическая позиция избегания, которая, в общем-то, блокирует вашу природу, не позволяет вам быть собой, потому что вы убеждаете себя, на мой взгляд, в том, чего нет. И, соответственно, это может привести просто к тому, что вы будете находиться в оторванности от реальности и в оторванности от самой себя. Потому что, ну, вы сами, как бы, убеждаете себя, вот, в том, что, ну, чего-то нет. Другой вопрос, что мотивирует вас, как поступать, что мотивирует вас делать вид, что проблемы не существуют. Вот это, мне кажется, куда более важный момент. Потому что, если, например, вы чего-то, к примеру, боитесь, если вы, к примеру, опасаетесь чего-то, если данная, ну, данные или несколько проблем даются вам как-то вот сложно, тяжело, то, значит, вы не просто пытаетесь решить какую-то проблему, а вы еще и пытаетесь себе, себе самой, в данном случае, что-то доказать. Ну, например, что, если я не решу какую-то проблему, то я плохая. Или со мной что-то не так, или так, и так далее. То есть, поиск решения проблемы и само отношение к проблеме вас может как-то характеризовать. И, на мой взгляд, вот эта вот излишняя такая вот подверженность характеристике и ее связь с решением проблемы, конечно же, вам не может мне мешать, как мне кажется. Вот. Поэтому тут нужно, тут нужно постараться отграничить вот эти вещи, постараться отграничить эти несколько вещей. Надеюсь, вы в данном случае понимаете, о чем я говорю, в каком ключе вам нужно двигаться. Ну, и про механизм избегания вы тоже можете, в принципе, почитать. Я думаю, что информацию вы найдете. Вот. Как-то так. Я бы сказал, что это больше проблема ответственности личной у вас, нежели чем вот то, что вы описываете. По крайней мере, так это выглядит со стороны. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Все. Все.